Амаз Новорович, во-первых, для меня большая честь с вами беседовать, самое главное, вы в здравии. И я думаю, что переоценить ваши заслуги и ваше влияние в отечественный спорт и наш футбол, конечно, невозможно. Безусловно, я благодарен вам, что уделили нам время, потому что я заметил, что вы не так часто даете интервью, в видеоформате вообще даже не встретил. Так что спасибо вам большое. Давайте начнем сначала. 54-й год, 9 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. Мне очень интересно, в какой все-таки вы в семье родились. Расскажите про свою семью, про ваших родителей. Я знаю, что вы родились в семье известной на тот момент диктора. И в целом расскажите, пожалуйста, как проходило ваше детство. Ну, я родился в 54-м году, в 1954-м. Отец у меня участник войны. Он во время войны, значит, воевал в рядах войск НКВД. И с фронта только вернулся в 46-м году. Потому что войска НКВД, там еще вот как раз по теме, как раз сейчас многие возвращаются к этому вопросу, что бандеровцев не добили в этом западной Украине, поэтому еще вернулся в 46-м году, потому что еще добивали этих бандеровцев. И сейчас возникает в современном уже, в наше время уже возникает, что вот в то время надо было добить. Тогда остановились. И вот поэтому сейчас на Украине снова возродилось вот это. И вот отец участник войны, а мама у меня закончила с отличием в филфак. И вот она работала почти 29 лет как раз на Кыргызском телевидении, директором одной из первых, Роза Раскельдинова, она по девичьей фамилии. Многие, кто старше поколения ее помнит, кому не скажу, все удивляются. Знаете, что я Чукморов, а мама была Роза Раскельдинова по девичьей своей фамилии. Поэтому многие удивлялись, что вот у меня, оказывается, мама директор. А отец мой, это один из старших братьев. Потому что возникли в Розу про Симакулыча Кумурова, а Симакулыча Кумурова – это родной братишка моего отца. И как-то мое детство так проходило, что был Марс старший, на 4 года я младше, между нами сестра Венера. И как младше, а Симакул в нашей семье воспитывался, когда отец вернулся с фронта. Все-таки голодное время было, и отец все-таки по возвращению стал работать в правоохранительных органах. Все-таки была какая-то военная форма, где-то все-таки какой-то поевок давался. И отец Симакулу забрал, как младше. Он в нашей семье воспитывался, Симакул. И с нашей семьи уехал и в Репино, в то время в Ленинград учиться в художественном училище. И как-то, как я самый маленький, там, лето, и когда он стал сниматься в фильмах, он меня с собой брал. Вот, например, первый фильм снимался, выставленный первый Али Караж. Я все лето три месяца с ним здесь на Курдай, когда съемки проходили. И мы с ним в одной юрте, вот, три месяца я, там, на лошадях скакал, в каких-то массовках, там, ходил, участвовал. Ну, он часто меня с собой брал, куда ехал, когда я был свободен, вот, практически я с детства уже Симакулу знал, как стал себя осознавать, уже он всегда был. Потом он, до того, как в фильмах сниматься он стал уже, как художник, где малая арена, где дворец спорта. Напротив был такой барак длинный, где сейчас планетария, было художественное училище. И Симакул там, на телепреподавал, потом стал заучен этого художественного училища. И у меня осталось в памяти, как-то я пришел, а он на работе. Я пошел в училище, захожу, и по первому этажу длинный коридор, иду, и в конце у него была мастерская. Захожу в мастерскую, и Симакулу стоит и рисует. И вот такое кресло большое, сидит аксакал, сидит такой, и он его рисует. А мне, наверное, тогда было, ну, лет, может, 10-11. Ну, я сел, поздоровался, сел рядом, и, ну, отвлекать нельзя, он рисует его, все. И потом он закончил, подошел, все, аксакал проводил. Я говорю, кто это? А он говорит, это Сайд-Парк Арлаев, великий, говорит, монастырь наш, вот это. И сколько лет прошло, у меня вот такое осталось, я спросил, кто это. Если мог, он объяснил. И вот что-то какое-то вот от него исходит, какая-то сила. Вот это личность, конечно, это великий человек Сайд-Парк Арлаев. И я на себе ощутил, вот просто вот где-то у меня лет 10-11, и все равно что-то от него исходило, какая-то вот сила, необъяснимое что-то. И у меня вот это на всю жизнь осталось впечатление от встречи с Сайд-Парк Арлаевым, когда Симакулу рисовал. И оказалось потом уже, старше стал, и все спрашивают, а где эта картина? Что это оказалось, что единственное в масле портрет Сайд-Парк Арлаеву, Симакулу. А она где картина? Она сохранилась? Не знаю я, где ее история, у меня многие спрашивают. Я ее, ну и он ее, работал над этой картиной, наверное, лет 4 или 5 лет. Он постепенно изменял, ну, дорисовал, он долго работал над этой картиной. Видимо, вот то, что какой-то такая личная, сильная, что вот, чтобы все передать, весь его образ, он очень долго, несколько лет, 4 или 5 лет над ней работал, чтобы, наверное, воссоздать, именно чтобы передать вот это все. У меня вот такой вопрос, все-таки после военной годы, буквально прошло там 10 лет, собственно, до окончания Второй Альтечной войны, ваш отец также воевал. Как вот это все отразилось на вашем детстве? И какие вообще воспоминания о вас именно о том времени, о 50-х годах прошлого века? Все же для всего мира это, наверное, тяжелые, самые тяжелые времена. Ну, мне как-то, наверное, может быть, полегче было, потому что я в 54-м году родился, уже 9 лет прошло. Пока я стал себя осознавать, уже больше 10 лет. И как-то, просто помню, мы еще на Шевченко жили, отец был тогда начальником РУВД, тогда пролетарского, это сейчас Ленинский, по-моему. И мы жили, такой одноэтажный длинный дом, мы жили с одной стороны, небольшой такой садик у нас там был, отец любил все выращивать, там яични, яблони, посадил три винограда, одна побольше, это, говорит, Марсу, средняя, говорит, Венера, и третью посадил, вот эти вот виноградные лозы, и они вот росли. И он обходил дом с обратной стороны, а там было РУВД, он там начальником был. Это вот где находилась, здесь сейчас ДК завода Ленин, дом культуры стоит, и вот недалеко, там от Шевченко-3, мы там жили с детства. Ну как-то я такого, что я уже родился с этим в той эпохе, и как-то о том, что многие вспоминали, как война прошла, что-то это, я это слышал, но чтобы как-то на мне отразилось, я это знал, что вот и отец воевал, и многие тогда, было ближе к тому времени, когда была война, и слышал, ну а в детстве как, во двор там, бегаешь, что-то слышишь, потом вспоминаешь, а так, чтобы отразилось, что там голодное было, лето, это время уже было, как я сейчас стал помнить, это уже 58-го, 59-го было уже, да? Это вот в то время у меня мама пошла, объявили конкурс на дикторов, она пошла, и ее сразу взяли, она, филфакт закончилась, отличие. У нее даже вот сборник рассказов небольшой, она написала, у меня дома лежит на киргизском языке. А как футбол появился в вашей жизни? Я знаю, что ваш, ну вы, в принципе, играли во дворе, с братом, но Март просто постарше, да, он на 4 года постарше был, и он в спортивную школу первым пошел, потом вас позвал. Да, Марс просто, в Адаре мы все играли в футбол, у нас 48-я школа, там футбольное поле было, опилочное, рядом вот песочное небольшое было, футбольное поле, и все, как в нашем детстве, это не было тогда компьютера, что-то, это вот любимые игры же были. Во дворе зимой хоккей, как тепло, футбол, ну все виды спорта, как-то игровые привлекали, вообще, наверное, в детстве больше игровые привлекают, мальчишек, девчонок, там, ребята, все, какие-то игровые, все-таки интересно, как-то, если я никогда не любил, чтобы легкая атлетика. Я понимаю, это специфика своя есть, которую любят, это вот бежишь и бежишь, и как-то вроде неинтересно, а с мячом как-то какие-то ситуации, ну, каждому свое, поэтому каждый выбирает по своему желанию, что нравится, выбирает. Во дворе играли, Марс объявили набор. Коробчика, да? Да, для США набор. И он в 12 лет пошел. И через два года, мне 10 исполнилось, я в 10 лет пошел. Я вспоминаю, если вот, как было в то время, это был, где сейчас правительственный дом стоит, там был городской стадион. И там грунтовое было футбольное поле, но это центр был вообще спортивной жизни. Уже и Спартак стадион был, но туда и цветовое. Туда же не пускали, только Алга играла, берегли этот, трава, все. А мы играли вот на городском стадионе. Там и валетбольные площадки 2-3, 2-3 баскетбольные, площадка гандбольная. Это был центр, где вот спортивные. Зимой заливался, был каток, стадион, футбольное поле заливалось, был каток, и там этот центр был. И осталось детство. Сейчас многие ходят по, ну, все-таки, как-то набор, даже футболы тоже, то ищут мальчишек, которые там, родители их водят. Мы с вами приходили, вот я помню, это обычно всегда ближе к сентябрю объявлялся набор. Я не знаю, мне только показалось, наверное, все тренера до США приходили на городской стадион, и желающие приходили. Я не знаю, ну, наверное, по тысячу, ну, это мне так, может так, ну, человек 500 как минимум, или несколько сотен мальчишек приходили, вот, чтобы до США записаться, чтобы тренироваться до США. И тренера стояли, и запускали мальчишек там, маленький там, 10 лет, 11 лет. Ну, и, наверное, запускали 11 на 11, поле большое, и запускали там, наверное, человек 20 на 20, или 15 на 15, и играют. А тренера стоят до США, и выбирают. Вот это вот мальчишка, как фамилия, и записывали. И вот так набор производился. То есть, что было массово, вот так, было тренером, наверное, легче, вот так уже он группу какую-то набрал, но, естественно, потом в процессе уже, когда уже мы начали тренироваться, уже там уже мы сами советовали, вот у меня друг есть там, хорошо играет, и это уже потом дополнялось. Ну, это было массово, очень много приходило на отбор, вот, чтобы именно для США это вот, все хотели заниматься футболом для США, детской спортивной школы. И массово вот у меня это самое, что очень много ребят приходило. Просто сами приходили, чтобы... А вот этот талант, он сразу как-то прослеживался, там, в 10 лет уже вы прям хорошо играли, и было понятно, что есть талант? Просто, если во дворе, конечно, уже в 10 лет я там играл, когда мы собирались, были на выходные, на футбольном поле 48-й школы, и в воскресенье, там, если чуть расцвело, все бежали туда. И собиралось там, со всего района, с соседних районов приходили на это футбольное поле. Собирались, и как происходило? Ну, брали, например, Марс, он постарше, ну, ребята, которые получше играют уже, вот, например, 4 человека, как они, старше, встали, и по одному, и мы здесь с толпа стоим, и по одному выбирают команду. Потом по жеребьевке, две команды играют. Кто проиграл, вылетает, заходит следующая команда, и прямо вот по выходным, там, многие приходили, чуть светлые там сидели, чтобы вот попасть в какую-то команду, чтобы играть. И вас первым брали всегда? А? И вас брали первым всегда? Ну, вот, да, одних из первых, там, ну, как-то вот так. Чем старше становился, потом я уже стал выбирать, чуть старше, потому что вот так вот, ботанический массив, это вот, 48-го школа, она была очень футбольная за счет этого футбольного поля, и ребят много было. У меня с ботанического массива после того, что и непосредственно тренер Коробченко, Владимир Павлович, и Марс у него тренировался, я тренировался, и более 10-ти его воспитанников потом в «Волге» играли. Тоже подкорытов, да? Тренера, да. Ну, тоже, у него Папаев тренировался, который он, но он рано, лет в 16 уехал, или в Саратов, ну, в Россию уехал, потом он стал играть за «Московский Спартак». Тоже подкорытов, там, Бичуски, Баранников, вот Марс, я, Яковов, там, ну, Шурик Бондаренко, и вот они все в нашем массиве жили, и вот у воспитанника Коробченко было очень много игроков, которые уже потом в «Волге» играли. Хороший был тренер еще. Булькуп Алга, да, Фрудинская Алга, ну, понятное дело, считается великой нашей командой, и, в принципе, и в Советском Союзе эту команду прекрасно знали. Как вы попали в эту команду? Вы уже играли с 1972 года, понятно, что там тысячи и тысячи наших молодых, маленьких детей мечтали попасть в «Волгу», это все-таки главная команда советской Киргизии, и вы попадаете в эту команду в молодом возрасте. Как это вообще происходило? И как вот раньше отбирали в команду, и как в «Волгу» вообще можно было попасть? Сейчас это понятно, да, как это происходит? Ну, смотрели, просто это было советское время, и в советское время было очень организовано, было очень много соревнований. Вот, например, играл, начал в 10 лет заниматься, все, и всегда проводил чемпионат района, города, потом республики, это одно. Потом в процессе этих соревнований создавалась сборная Кыргызстана, и сборная Кыргызстана в разных возрастах ездила на кубок юности начиналась, там где-то, по-моему, 14-летние, 13-14-летние мальчишки, и это уже чемпионат Советского Союза. И мы вот ездили на всесоюзные соревнования уже сборная Кыргызстана, 14-летняя, по-моему, на кубок юности. Потом в 16-летний кубок надежды. Сборная Кыргызстана, ехал со всеми, со сборной Украины, вот, 15 республик союзных команд, и плюс Москва выступала отдельно, как команда, 16 команд, и делали группы, 4 группы, по 4 команды, вот, эти соревнования были все рассчитаны. Даже летом каникулы, это вот всесоюзы, что касается, а летом, ну, естественно, за школу все играли. Первенство города среди школ было, там, также районы потом выходили городской среди школ. летом обычно пару месяцев мы в США не тренировались как-то вот там, кто в пианический лагерь, и там соревнования не проводились. Тут же был чемпионат домоуправления, среди домоуправлений, то есть по месту жительства. То есть соревнования в советское время, в детское и юношеское, вот это было очень много, организовано. Не было таких пауз, и все время какие-то соревнования, была система вот эта вот, и без соревнований, без футбола мы не оставались. Даже летом это было всегда между домоуправлением. Был какой-то массовик, там, инструктор по спорту домоуправления, и чемпионаты. Это всегда были соревнования, всегда были тренировки. Как-то было все это организовано в советское время, вот эти все. Потом каждый, по-моему, это были спортивные школьники, народа в СССР, тоже там и футбол, и все виды спорта. Была система физвоспитания, и в советское время, если вспоминать, сейчас начинают в России возвращаться хотят. Мы все же сказали, вот в советское время это, это, что все разрушено, а потом снова начнем. Потихонечку возвращаются, сейчас начальные военные, у нас в школе я учился, была начальная подготовка, ну, чтобы хотя бы что-то знали. Военные подготовки, первую там помощь какую-то оказать. А волгу как попали все-таки? Ну, волгу, я же юноша в всех этих перечисленных союзных соревнованиях участвовал, но я не помню ни одного турнира, чтобы меня назвали или лучшим бомбардиром, или лучшим нападающим как-то, и потом меня пригласили, ну, за сборный СССР я играл. По юношам? Да, и в турнирах участвовал, и на сборы ездил в Абхазию. Это долгие, получается, да? Долгие, это в юношское время, это за сборную юношес СССР я играл, и с такими, как Блохин, Буряк, я выходил, Володю Гуцаева менял, который в Динамо в Тбилиси играл, потом в ГДР в Польшу ездил, с Валерой Газаевым в одной комнате мы жили, сдружились, потом я стал, вот, пришел в 72-м году в Волгу, и как так получилось, он сразу в основном состав стал играть первый год, а Валера Газаев играл за Спартак Орджоникидзе тогда, ну, сейчас Владикавказ, и мы его сверстники, нам по 18 лет, он там играет в нашем составе, и мы в Афрунзе играем, 0-0 вся игра, и в конце штрафной в их ворота, и Якубов разбежался, ударил гол, через 2 минуты игра закончилась, Валера идет, плачет, но я его успокаиваю, он говорит, на последней минуте, это, 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 но эмоций было много, а Валу просто Марс уже играл 4 года до меня уже в Валге, а меня знали, что я там юноша, там же как-то рекомендуют, и Валгу, там, например, те же детские юноши, тренеры, вот у меня тот, тот и есть, но я как-то был на виду, потому что у меня уже Марс играл там, а потом все знали, что я за сборную СССР повлекался, играл, и как-то меня сразу, я в один год сразу у меня в Валгу, в институт поступил, физкультурный, школу закончил, и в Валгу. Я вот заметил, когда я вот готовился к интервью, то, что, ну, понятно, что нашей зоны там Киргизии не было, то есть была вторая лига, у нас были зоны казахская зона, зона узбекская, и вот заметил то, что Алга играла то в узбекской, то в казахской, в одно время даже вопросы были присоединения там в российскую зону, почему так вообще происходило, что вот наша команда туда-сюда переходила? Ну, это связано, ну, когда первый год я играл, сегодня второй год, это была первая лига, была очень интересна, мне, это, конечно, большая разница, когда ты приходишь с юношского и приходишь в взрослый футбол, но я немножко столкнулся с взрослым футболом, потому что в 16 лет я уже в чемпионате республики играл за инструментальность из завода Ленина, играл за второй состав в 16 лет, нельзя было, мне разрешили в 16 лет за взрослых играть, я немножко поиграл, а потом, когда в Валгу пришел играть, и, конечно, большая разница, сборы прошел, все, и большая разница, там скоростя выше сразу, когда переходишь с детско-юношеского во взрослый, там быстрее думают, физически более подготовленные, и скорость мышления, и работать с мячом намного выше, сразу это, заметно, и я это очень ощутил, потому что в 172-й год я уже весь год сыграл за Алгу, в составе играл, тогда я помню, в 172-й год шесть голов забил, даже мы, и в первой лиге этот год был, и Пактакор в нашей лиге был, Динамо, Минск, Адесса, вот мы ездили, это первая лига такая сильная была, и даже Пшеничников, вратарь сборной СССР стоял за Пактакор, я помню, что я один из первых голов забил Пшеничников, мы 2-1 Пактакора обыграли, в 172-й годах, здесь, да, и в том же 172-м году последние две игры у нас осталось, последние две игры с Нистором Кишиньевым, дома, и с Черномосцем, в Одессе, и меня главный тренер Фальян не отпустил за юношескую сборную, я еще в возрасте мог играть, там, чемпионат Советского Союза был среди коллективов, ну, детско-юношеских коллективов, это не сборная же республики, а вот для США, например, Кыргызстан, это было аж в Ужгороде, в Западной Украине, меня не отпустили, и потом я, меня отпустили после двух игр, но уже команда улетела, и я один добирался до Ужгорода, а там у нас в группе было, вот это юношеский чемпионат Советского Союза среди коллективов, а там была сборная Грузии, а, нет, грузинская, Динамо Грузии, там это не сборная, потом российская команда, украинская, мы, и еще пятая команда, или с Молдавии, или откуда-то, я приехал, они играли четыре игры, я приехал, они уже две игры сыграли, я две игры сыграл, и вот тогда ощутил, насколько целый год я за юношей не играл, а вот в финальной части, вот это, это вот в финальной части мы вышли, и я приехал, две игры, мы играли с грузинской командой, Динамо, и с РСФСР, команда московская была, и я в каждой игре по два гола забил, и две игры играл из четырех, меня признали лучшим бомбардиром, четыре гола, оказывается, больше всех забил, это одно, но ощущение то, что когда с взрослого футбола приходишь, вернулся вот целый год, почти играл за взрослых в команде мастеров, и тут же вот за тех же юношей, ну как будто впечатление, вот день и ночь, как будто они все на месте, и ты там что хочешь, то и делаешь, вот такое ощущение, вроде подправил, ударил гол, там что-то обыграть легко, поэтому вот осталось в памяти, что вот разница, конечно, большая, и поэтому не все с юношески потом могут играть в мастерах, потому что все-таки разница большая, только, наверное, вот кому дано, тех вот более способных, и ребята потом уже попадают, не сразу там в 18 лет начинают играть, вот у меня друг был, сосед, Александр Бондаренко, вот он, вместе мы с ним тренировались, сверстники, и он, его в волгу не брали, потом играл там на первом чемпионате республики, а потом его года в 24-25 взяли в волгу, он как начал забивать, и стал играть, все по-разному, а до этого не проходило, тут очень сложно сразу объяснить, как он, но некоторые сразу начинают играть, тот же Марадон, или Пиолет, в 16-17 лет уже за сбору своих стран играли, там где-то привлекали, что-то, некоторые чуть позже начинают, вот, тем футбол и интереснее. 72-й год играли, Алга играла в первой лиге, но они всегда играли, во второй лиге тоже много играли, вот у тебя вопрос был про то, почему разная узбекская зона, ну просто там дело в чем, вот мы начинали играть, например, в узбекской зоне, вот мы играем в узбекской зоне, мы там одни, и, например, там 16 команд, узбекских команд, есть не в Чифер, и мы играем, и в основном, ну и судейство, потом мы добили, чтобы судили не только узбекистанские, потому что это вот вторая лига, и проводила это Федерация футбола Узбекистана, поручала Москва им проводить, и тациональные же были вот эти вторая лига, ну чтобы большие разъезды не были, где-то вот было так, и мы в узбекской, ну естественно нам сложно было там их всех победить, а потом уже Салимыш Мухаммедов, он же был здесь начальником отдела футбола, это через многие потом мы, это мой очень близкий друг, старший, к сожалению, уже его нету, он поехал, потом, когда уехал в Ташкент, его пригласили, как и меня, в Пактакор в 74-м году, а он в 73-м где-то уехал, и стал работать в Федерации футбола Узбекистана, он генеральным секретарем Федерации футбола Узбекистана стал, ну и потом, когда мы, ну потом мы со всеми встречаемся, с кем играли, против кого играли, потом я стал когда начальником команды Албии, делалось просто, например, в узбекской зоне, что делалось, собирают руководство команд и говорят, перед круг играем, играем все, как положено, кто из узбекской команды занимает первое место в первой группе, потом все остальные во втором круге должны им Алгу прибивать, и было сложно, ну это естественное желание, каждый, вот они проводят, их много, вот так делали, мы Алга возмущались, там раз, вот здесь в Узбекистане нас прибивает, давайте переведите нас в Казахскую, ну переводят туда, там то же самое, Алга одна, их такое же количество, там то же самое, настраивают играть против Алги, а какую-то свою команду, вот чуть-чуть нам не хватило, чуть-чуть не хватило, то одна команда пройдет, то другая, и поэтому было сложно. Как с трактором было, как с организмом, да? Да, это, ну, очень сложно было, потому что, если 16 команд, если бы я был руководителем, например, вот в Кыргызстане 16 команд, а одна узбекская здесь, а я руководитель здесь, то мне бы, голову бы это, оторвали, если бы узбекская команда одна, среди 16 команд, если бы я руководил Кыргызстанским футболом, вот, наверное, естественно, вот это, то, что вот они, они делали это, хотя спорт, это должен быть честный, это, а в жизни это так, любой же хочет, чтобы своя команда выиграла, чтобы своя команда вышла в первую лигу, поэтому, что в узбекской, что в казахской, происходило одно и то же. А в российскую зону, я знаю, что ОЛГА пыталась попасть, Потом, вторая лига была, одно время было как, делали, как, шесть команд узбекских, шесть там, казахских, а потом был, например, сейчас, Магнитогорск, Металлург, Тюмень, по-моему, Оренбург, еще какие-то, и включили команды, четыре российские, и шесть узбекских, шесть казахских, четыре российских, мы, тогда было легче, и уровень сразу другой, разъезды больше, потихонечку к этому приходили, ну, а потом уже Советский Союз распался, и, как я встретил своих друзей, уже руководил, ОЛГО и командой, и в Ашхабате встретился с друзьями, там, с кем я играл, они стали, там, генеральными секретарями, главный тренер, Байран Дурдеев стал, и они, вот там, потом уже делимся, кто что делал, как они обыгрывали, чтобы выйти в высшую лигу, вот они тогда первое место заняли, а мы, где-то там, вторыми остались, последний чемпионат, который в советское время, при Советском Союзе, и они, там, такие суммы рассказали, они истратили, чтобы первое место занять, чтобы нас обойти, ну, тогда и Ашхабат был, вот, к тому вопросу, в то время, Ашхабат, вот сборную сделали, четыре российские, казахских немножко, узбекских, это вот позже, вот последний, уже, вторая лига была такая, сборная, потому что, ну, разбавили все это, и там, такие суммы звучали, что, это мы уже встретились, после того, как все это закончилось, ну, и, к сожалению, они первое место заняли, Советский Союз распался, и, все мы, стали проводить свои чемпионаты, своих стран, и Туркмения, и мы. Ну, понятно, что все-таки, да, Алга, хоть и заслуживала играть в высшую лигу, но так и не попала ни разу в высшую лигу, но вы поиграли в высшую лигу. И мы играли в первой лиге, в высшей лиге. Вот, самое высокое, самое большое достижение Алги, я считаю, это 1972 год. Потому что, в 1972 году, мы, первый круг закончили на седьмом месте, итоговое место мы закончили на 11 месте, из там, 19 или 20 команд, где-то команда 20 было, где-то, 11 заняли. Высшей лиги было, 16. Значит, мы в Советском Союзе заняли, а первая лига была же одна, 11 место, 16. Вот в Советском Союзе мы заняли 27 место. Это высшее было достижение Алги. Потому что, потом уже во второй, а там высшее, первое, потом второе, и мы улетели. А высшее достижение, я считаю, что вот в Северной, вот, вот, такие города, такая территория, мы заняли вот тогда 27 место. Ну, хоть и Алгай не поиграла, но все же, вы сыграли в высшей леге, вы перешли в узбекский пахтакор, ташкентский. Вот расскажите о том, как этот переход состоялся, потому что многие думают, что в Советском Союзе не было таких трансферов, как сейчас, да, а как вот в то время делались эти трансферы, вы все-таки за высшую лигу сыграли, даже два матча у вас было. Расскажите про именно этот эпизод от вашей карьеры? Ну, просто, мне тогда это было окончание 73-го года, ну, меня пригласили в пахтакор, но у меня всегда было желание как-то, ну, играть в высшей лиге, попробовать, все-таки стремление, всю жизнь, когда и мальчишка бегал, такие все, чисто любивые, хотелось играть, я, конечно, был фанатом, тренировался, чтобы вот и была мечта такая, чтобы высшей лиге поиграть, попробовать. Когда пригласили, я дал согласие, и руководство Алги узнало, меня не хотели отпускать, и потому что я 73-й год уже игры закончились, и мне сказали, что я в Ташкент приехал, это окончание, это где-то, наверное, в ноябре, в 73-м году я поехал в Ташкент, несколько игр сыграл, Пахтакор в конце сезона ездил там на Манган товарищескую игру для популяризации футбола в Узбекистане, они же там Пахтакор все узбеки любили, конечно, и они делали перед отпуском турны на Манган там поедут, в Фергану, в Андижан, и приезжали их там, все любили же, конечно, Пахтакор. И я вот приехал в 3-4 играх там, вот этих товарищеских сыграл, мне сказали, что я подхожу им, все, и чтобы я приезжал. Ну, время отпусков, это примерно декабрь месяца, в отпуск. и высшая линия, и у нас в Волге отпуск. Я уехал домой, и через некоторое время, буквально, может быть, там, не, через 10, с Ташкента позвонили, говорит, срочно уезжай. Приезжай, с Ташкентом, ты уезжай, говорит, ты сразу. Я говорю, что случилось? Быстро, говорит, уезжай. Ну, я взял билет на самолет, и Ташкент прилетел. Они мне отправили в Кисловодск на курорт, там, 26 дней, там, в санаторий отправили. Я тогда прилетел, там, в Берадор, в Дураимах, там, несколько человек. Акмагалис Исхажаев, тренер, бывший, вот, капитан команды Пахтакора, правозащитник играл. Уже постарше, в том времени, он же тренером работал. Там, Сиростанов, Могильник, которые потом в Пахтакоре играли, они с Ростова перешли туда. А мне сказали, что, говорит, тебя там хотят не отпускать. И чуть ли уже объявили, там, в аэропорту, везде, чтобы меня вообще с Кыргызстана не выпускали. И поэтому они меня раньше, в декабре, забрали, отправили на курорт. Вот я там 25 дней побыл. И потом уже приехал потихонечку, дома побыл и в Ташкент уже. И вот в Ташкенте. Меня долго в Ташкенте не заявляли. Все сборы прошел. Ну, возражал. Возражал. Кыргызстан возражал, чтобы меня долго там не заявляли. Я играл за дубль по чужой фамилии. И вот так играл и ждали, когда меня заявят. Потом меня с трудом заявили. Вот я несколько игр сыграл. Успел в Динамо Киеве сыграть. 74-й год. Это же когда Киев в 75-м стал. Кубок Кубков завоевал. Команда, конечно. Впечатление. В Киеве вышло. 100 тысяч трибуны, полный стадион. В составе там все эти и Мунтян, и Колотов, Онищенко, Буряк, Блохин. Все это же звездная команда. Конечно. И они 1-0 повели, а потом с углового подали и могильный торик подключился в Центральный защитник протокола. У меня что-то скачало слезы. Как? Ударил. И гол забил 1-1. И там осталось полчаса. И полчаса мы отмахивались, отмахивались. 1-1 сыграли. В Ташкент приехали, как национальные герои встречали вместе с Ташкентом. Что это? С Динамо Киевым 1-1 в Киеве сыграли. Встречали, как национальные герои. И потом я несколько игр сыграл и снова с Москвы пришла телеграмма запретить. Алмазочку Мурова играет. Забык. Мне снова запретили. Это вот тому слову, что Аханпет Сутубаевич он был представителем Советного Министра. Он был в Москве по делам. И зашел в спорткомитет. Павлов был министр спорта. Павлов. И он зашел не в Федерацию футбола, а в Министерство спорта. И говорит, национальный кадр у нас всего национальных кадров несколько два-три в Алге. А вы забрали национального кадра. Пускай других забирает. Парни этого верните. Не надо. И тот позвонил в Федерацию футбола и мне снова запретили. И меня тогда был Вячеслав Дмитрий Соловьев тренером Пактокора. Он меня в аэропорт отвез. Алмаз, едь домой. Только ничего. Приезжай назад потом. Но это уже было конец сезона. К концу сезона, когда я стал спорта Ташкета уезжать. Снова стал за дубль играть. Потом поехал домой, а меня проводили. Говорит, не, приезжай, все равно тебе заявил. Я домой приехал. И потом меня здесь уговорили. Я даже интересно женился. С курорта приехал домой. Ну, с девушкой встречался. С Ташкента на сборах. Я говорю, я женюсь. Меня отпустили на три дня. Я прилетел в Афрунзе. Поженились. Через два дня я в Ташкент улетел. На три дня. отпустили со сборов. Женился и снова в Ташкент улетел. Вот если вот сейчас вы говорите об этом, и когда я об этом узнал, читал про эту информацию, что Ахман Бексюинбаев сам лично был заинтересован, чтобы вернули вас из Пахтута Кура в Волгу. Сейчас вы как считаете, как по мне, это очень эгоистично именно в отношении к вам лично, потому что у вас была перспектива поиграть в высшей лиге, потом, возможно, это был переход уже в топ-команду. Ну и, наверное, за сборную Советского Союза вы, наверное, даже сыграли. И, если честно, мне немножко обидно за вас, а в тот момент как вы на это отреагировали? Ну, будучи там молодым парнем, вы все же, наверное, понимали, что это Пахтута Кура, это другой уровень, а тут алга. Да, но в то время, конечно, я немножко был обижен, хотелось еще поиграть в высшей лиге, попробовать все-таки. Но если сейчас уже позже, я очень уважал и любил Ахмазия Туставича. Он истинно, он очень любил футбол. На футбол приходил он вообще как человек, но он масштабно, он руководил страной в масштабе, представитель Совета Министра Калиста был. Он мыслил там масштабно, я-то вроде бы здесь только футбол, а ему было интересно, это национальные кадры, он футбол любил, чтобы и Крыгизы побольше было в Алге, чтобы вот он за это болел. Поэтому я когда вернулся потом уже и в Алге играл, потом с Мит Сюдбайчем сколько встречался, это прекраснейший человек. Это вообще он как руководитель до сих пор вот ему награду какую-то такую правительственную высокую, уже его нету, а дали. Я семью хорошо знаю Сталика, его сына, и это вообще личность. Очень сильный руководитель вот всей страны и футбол любил, всегда помогал Алге, чтобы вот в революционных вопросах, чтобы все было в Алге, футболистом, один из немногих, который из руководства страны, очень любил футбол. Я понимаю, что он меня вернул, потому что он болел за общий патриот Кангстан. А тогда было обидно, хотелось поиграть. патриот позже, когда вернулись с Пахтакора, помните, восьмом году, случилась сама трагедия Пахтакора, вылетал футбольный Куб Пахтакор в Минск, и в итоге одна из самых масштабных катастроф в истории Советского Союза и всего мира. в том самолете были футболисты, которых вы знали лично, с которыми вы играли в одной команде. Как вы пережили именно этот момент? Мне кажется, для вас это было какое-то личное, да? Ну, это просто, если было, оно произошло как. Я в конце 74-го вернулся с Ташкента, год там был, с ребятами, со всеми этими. А эта трагедия произошла уже в 79-м году. Через 5 лет произошла. Это трагедия, да, это ребят там, конечно, это очень талантливые. В то время уже даже в 74-м я играл, это Михаил Антеллан, Федоров. Это их уже тогда привлекали за сборную СССР. Первую, взрослую они уже начинали играть. А Мишан вообще был талантливый. Во всем. Он шахмат всех обыграл, бильярд всех обыграл, а в настольный теннис играл как чуть ли не мастер-спорта. Вот во что, садиться играть? Хоть в теннис, хоть в бильярд, хоть в настольный теннис, шахматы. Вот действительно вот такой талантливый парень был. Мишан. Когда все-таки услышали про авиакатастрофу в Пахтакора, как вы вообще реагировали и как вы восприняли ее? Ну, конечно, я узнал, просто начали мне звонить, говорят, слышал это? Я говорю, нет. И говорят, а вот представляешь, если бы ты был, там бы остался. Ну, я говорю, я не знаю, время прошло пять лет, все-таки, наверное, чуть-чуть это сгладилось. Ну, конечно, это я ребят этих, с которыми играл, там, и мы потом, я уже был главным менеджером Кыргызстана, сборной и олимпийской, и национальной, и молодежной, со всеми командами я этими работал лет 15. И мы поехали на турнир со сборной олимпийской в Ташкент, и мы поехали вот на, где, вот это на кладбище, где есть команда, и что вот вот такой, кто погиб, там, обелиск, все там сделали. Конечно, ну, тяжело. Сразу, когда сказали, вроде не осознаешь, а потом начинаю вспоминать как ты с ребятами, как играл, с теми. И тогда, вот так получается, наверное, в жизни, я вспоминал не то, что вот на поле, ну, чуть-чуть, что на поле, вот так играли. А потом приходит голову больше, когда вот в обычной жизни, на базе, поездка где-то, где-то, кто как шутил, как-то, ну, как-то, может даже, не то, что футбольное, чувство того, что ты с ними вместе играл одно, а как-то больше вспоминается, вот как общались, как-то все-таки, вот это больше приходило, и, конечно, такие ребята погибли, это трагедия. АЛГА, да, фрунинская АЛГА, мы ее воспринимаем как все-таки лучшую команду в истории отечественного спорта, отечественного футбола, ну, я понимаю, что, да, в то время, вы выигрывали Кайрат, Пахтакор, там, Торпедо тоже, там, 3-0, 4-0 выигрывали, но АЛГА настолько была сильной, в то время, просто мы вот, следующее поколение, например, да, мы все-таки, там, родились уже после развала Советского Союза, мы просто росли, там, на этих разговорах, о том, что вот, АЛГА была великая, настолько была сильной командой. Ну, в принципе, оно, наверное, так и есть, потому что АЛГА, это, ну, как сборная Кыргызстана, это единственная команда, которая, главная команда, которая играла в первой лиге, потом во второй, но эта команда была, где, ну, все ребята, которые, до США, то, что я рассказывал, то, то, где появляются ребята, все талантливые какие-то, они приходили все в АЛГУ, естественно, все-таки, было из чего выбирать, все-таки, у нас целая республика, команда одна, в чемпионате Советского Союза мы играли, или там, Тюмень, или Караганда, ну, там, население, там, 400 тысяч, а у нас, 4, сейчас, там, больше 5 миллионов, нет, 6 миллионов, 7 миллионов, ну, а тогда, ну, было пускай 5 миллионов, и с 5 миллионов, все-таки, что-то, все ребята, которые, более способные, приходили в АЛГУ, даже еще с других регионов страны, приезжали, вот, с ТАСКОМ, ну, многие, помнят, и даже с других регионов Советского Союза, приезжали ребята за АЛГУ играть, ну, поэтому АЛГУ была действительно самая сильная команда в то время, почему еще сильные были, потому что, я говорил, вот даже, 72-й год, какие команды там, Нистру, Кишинев, Одесса, Динамо, Минск, такие, Пахтакор, это команды, которые прошли все, Шахтер Донецк, был одно время в первой лиге, то есть состав первой лиги, где мы вот играли, это, ну, такие команды, и за счет этого уровень в то время АЛГУ был высок, за счет того, что в советское время это были, АЛГУ играла с командами сильными, и должна была к ним подтягиваться, и поэтому в то время, конечно, во время Советского Союза, АЛГУ была самой сильной, потому что играла сильными командами, и этот уровень заставлял как-то подтягиваться, играть на этом уровне. А какие у вас эмоции, когда видите нынешнюю АЛГУ, игру нынешней АЛГУ, результаты нынешней АЛГУ, или вы не связываете ту АЛГУ и эту? Сейчас сложно, потому что та АЛГУ была одна, все команды, все вспоминают, все связано было, все лучше было и АЛГА. Это как сборная, можно сказать, Кыргызстана АЛГА была. И она представляла на всесоюзной аренде, и не только Фрунзе, но и Кыргызстан. АЛГУ все знали, это тренд АЛГА, скажут, вот АЛГА какая-то там. Тоже какой-то тренд был. А сейчас АЛГА, но АЛГА сейчас чемпионами не становится, она при мэрии города АЛГА, и команды, там, дурдой чаще чемпионов становятся. АЛЛАЙ, да? АЛЛАЙ, даже один год, Качкарата, Невчи, стал чемпионом. Ну, они кубок взяли. Не, они чемпионом же были. В 10-м году, да. Да, один раз они были. Ну, конечно, уровень сейчас упал. В наше время. Ну, АЛГУ, что я вот, я не стоил день. Сейчас сказать, что АЛГА, ну, АЛГА сейчас, ну, переживает такие люди, не трудные времена. Ну, все связано с тем, что социально-экономическое положение, ситуация в стране просто не позволяет. Даже очень сложно одно время, как в Суверенной Стали, в Федерации Футбола было даже сложно собрать количество команд, чтобы проводить свой чемпионат страны, Кыргызстан. Потому что по положению ФИФА чтобы ты был членом ФИФА, вот нашей Федерации, нужно проводить ежегодный чемпионат страны. А чемпионат страны должен быть, чтобы проводить чемпионат страны, должно быть не меньше восьми команд. И поэтому иногда и с трудом даже восемь команд, чтобы провести, проводить чемпионат. Хорошо, ФИФА все-таки справилась с этой задачей. И ежегодно чемпионат Кыргызстана проводится. Отлично. Вот отрывок из истории советского футбола. Москва, 99-й год. Я прочитаю. 1977-й год. Алга Фрунзе против Газовика Оренбург. Здесь вот Мельниченко, Чохморов буквально рвали обрядительный риту до одной из ведущих команд первой лиги. Но мяч в ворота Газовиков упрямо отказывался влетать. Но то вратарь демонстрировал профессиональные чудеса, то наши форварды били мимо цели. Судьбу важного поединка решил Алмаз Чохморов. Он сумел обыграть трех защитников Газовика, выйти один на один с вратарем, изящно уложил его на траву и забить крайне важный гол. Вспомните, пожалуйста, самый свой красивый гол, который вы забили. Сможете его описать? Как по мне, вот этот гол, который здесь был описан, ну он прям такой красивый должен быть. Ну это, да. Я его и не помню. А самый просто, наверное, самый начальный гол, это, наверное, то, что когда Пшеничников я забил в 72-м году, там что-то мяч отскочил, я слет ударил в штангу и ко мне отскочил, я его добил. Наверное, вот это, потому что еще запомнился. В Ахтакору, да? В Ахтакору. И мы 2-1 выиграли здесь в Афонзе. И запомнился, что как-то слег, то я его по деньу ударил, встал, он в штангу отскочил, как-то я его добил. Ну и факт то, что Пшеничников, а он же тогда был в артемии сборной. Да, в артемии сборной СССР. Вот, а мне 18 лет, вот так запомнилось хорошо очень. Вот из нынешних футболистов вы же смотрите, да? Наш футбол смотрите, сборную Грагастана. Кто больше всего похож по стилю и игру на вас? Не знаю. Мне как-то не знаю. Я их по фамилии не знаю. Не знаете, да? Ребят. Так вижу, смотрю, а как-то по фамилиям я их удивят многих и не знаю. Хорошо. Пять лучших футболистов в истории нашего футбола. Это и советский, и нынешний тоже. Назовите, пожалуйста, пять фамилий. Это с какого времени? Ну вот, с того времени, с которого вы начали смотреть футбол, увлекаться им. Это из Советского Союза? Из Советского Союза тоже, конечно. А, Советского Союза? Да, да, конечно, Советского Союза. Сразу так, там их так много. Ну, я думаю, это, конечно, блохин, это сто процентов. Наверное, блохин. Не тяжело судить про то, что он всегда бы назвали там, ну, Стрельцова, конечно, бы назвал, Эдуарда. Потому что я еще застал его, видел, когда играл. Это, наверное, так. сразу вот так. А из наших частей, если из Советской Киргизии кого-то можете вспомнить? Из Кыргызстана? Да. Из Кыргызстана, ну, это Мерзликин Дена, Мусаев. Иисуп Иминович, да? Да. Пайтап. Кыргызстана, кто еще. Это вопрос такой сложный. Потому что равных и сильных игроков в Волге много было. И вот все-таки футбол коллективная игра. И вот так однозначно я назвал Иисупа Мусаева и Гену Мерзликина, потому что их признали вместе со мной лучшими футболистами 20 века. Поэтому смело говорю, а игроков в Волге очень много было сильных и хороших. И сейчас если говорить, футбол это коллективная игра. Мы играли командой. И у меня язык не поворачивается сейчас кого-то называть. потому что много сильных игроков было в Кыргызстане. И сейчас назвав одного, это можно оскорбить другого. А футбол коллективная игра. Поэтому я затрудняюсь это сказать. Нет, ответ отличный, конечно. Чемпионат мира в Катаре посмотрели полностью? Да, смотрел. Как вам вообще финал, как вам турнир? Ну, финал это украшение, конечно. Это лучший матч, который вы видели вообще? Да, по накалу и по значимости. Это очень матч. И как-то мне хотелось, чтобы Аргентина. Вот я с другом после первого тайма он мне звонил и говорит, вот. Ну, я до этого финала спрашивал, делились мы мнением, как. Я говорил, что 50 на 50. Многие говорили, что 60 на 40, где-то, что все-таки за французов. Ну, думали, что французы больше шансов, что французы победят. Где-то 60 на 40 в основном говорили. Я сказал 50 на 50. Почему-то мне больше хотелось, чтобы Аргентина выиграла, потому что они весь чемпионат как-то, кроме первой игры, играли лучше, стабильнее. А Франция сыграла финал так, как она неровно играла. То хорошо сыграет, то потом провал. И как в финале, первый тайм вообще ничего, Аргентина одна играла. Очень нестабильно. Ну, там Бапе и Гризман могли что-то. Если их убрать, то там вообще, потом он, ну, я не знаю, все говорят, замены правильно сделал. А я думаю, неправильно Франция сделал замены, что... Жру рано убрали, да? Да, что он убрал игроков. Ну, Гризман игра не пошла бы. Гризмана и... Дембеле? Центральный нападающий. Жру, Жру. Жру. Тот, который физически там обострял, где-то мог забить. Он Жру. Ну, Дембеле игра не пошла. Он там и пенальти сам придумал, забил. И что-то не пошла. Он в обыгрыш. Хотя до этого, Дембеле и Жру, все в порядке были. Я немножко не согласен с тренером. А вообще великий этот финал, это, наверное, один сильный таких матчей, который вообще за последнее время, который я, наверное, видел. Потому что по накалу, по драматургии, по этим всем этим и по значимости это финал, все-таки, чемпионат мира. Это украшение было этого чемпионата. Он запомнится именно больше, наверное, финалом. А потом уже, что Саусская Аравия обыграла, что Япония. А это вот финал, это будет, наверное, самый запоминающий момент. Хорошо. У нас есть хороший знакомый, Марсель Пруст, французский писатель. И он оставил несколько вопросов вам лично. Кто? Марсель Пруст, французский писатель. У вас подозначь, скажите, коротко. Хорошо? Давайте. Какие добродетели вы цените больше всего? Доброту. Доброту. А качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Порядочность. А в женщине? Доброту. Ваше любимое занятие? Лежать на диване. Ваша главная черта? Тяжело говорить о главной своей черте, потому что скажешь что-нибудь не очень важное, вроде себя обидишь, скажешь про какую-то свою сильную черту, а другие скажут, может, так. Поэтому очень сложно себя оценивать. Ваша идея о счастье? Мир, спокойствие и чтобы близкие были живы, здоровы, общаться. Наверное, в этом, в общении с близкими, с друзьями. Есть что-то, о чем вы жалеете больше всего? Ну, нет такого глобального, есть отдельный момент, что я хотел в высшей лиге поиграть, чуть-чуть не получилось, какие-то такие моменты есть. Ну, глобального такого, чтобы быть. Эта жизнь придумана не нами, поэтому мы живем в этом мире, и многое от нас иногда не зависит. Ваш любимый писатель? Ченый сайт матов. Ваши любимые герои в реальной жизни? не могу сказать про одного человека, потому нету идеальных таких людей, но отдельные черты, есть сборная разных, много есть интересных людей, но идеальных людей не бывает, я так думаю, но есть более совершенные, есть менее. А так, чтобы идеал нету таких людей, наверное, я думаю. Какая историческая личность вызывает наибольшую антипатию у вас? Гитлер. Ваше состояние духа в настоящий момент? Прекрасно, спокойно. Ваше любимое изречение? А? Изречение ваше любимое? Как-то я не задумывался, что какое-то изречение любимое. Не знаю, такого нет. Смотря о чем разговариваю. С кем из ныне живущих, либо когда-либо живших вы бы хотели встретиться, также поговорить за чашечку чая, кто угодно? тяжелый вопрос. А если подумать, кто угодно, это может быть спортсмен, какой-то близкий человек, какой-то может быть даже просто их нету. Спасибо. Я бы хотел. С дочкой? Это тяжелый вопрос. Встретившись с Богом, когда-нибудь мы все встретимся с Богом, есть Алмаз Чохморов с ним встретиться. Что он ему скажет? Скажу спасибо, что я был на этом свете. Спасибо. 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 Спасибо.